Вот пишет женщина. Мы оба с мужем не понимаем, как выбрали друг друга. Мы настолько разные, как вода и пламя. И вот, когда я вспоминаю, как это произошло, знаете, что я вспоминаю? Что я не за глаза его выбрала. Никакого с первого взгляда у нас не было. И не потому, что он красивый, сильный. Я его по запаху выбрала. Но это были не духи, а это был запах моего детства. Я даже не знаю, как это объяснить. И поэтому прошу вас, объясните мне это. Как запах мог победить все? И характер, и красоту, все. Это может быть. Потому что запах – это очень такое природное ощущение, которое настолько притягивает человека и привязывает, что он из этого уйти далеко не может. Почему запах детства оказывается вот таким решающим фактором? Ну, потому что детство, оно оставляет у нас приятные впечатления. Навсегда? Вот этот запах детства? В основном, да. Все-таки человек живет с другим человеком, у которого свой характер есть, своя внешность, свои, как мы говорили, там, уколы, колючки и так далее. И вы говорите, все-таки над этим, над всем стоит запах. Да. Что происходит? Я вдыхаю, это что-то такое в носу, я не знаю, или в сердце. Ты вмещаешь в себя частичку другого. Это не сделать… Никак. Никак, кроме запаха. То есть, вот эта вот часть у нас… А вот скажите, пожалуйста, все-таки это связано, получается, с сердцем. Все-таки они стали парой, я не знаю, продолжают жить. То есть, этот запах, как он связан со всем? С сердцем, с душой, я не знаю, с мозгами, со всем. Со всем. Он оставляет в тебя впечатление, которое объясняет тебе, что этот человек связан с теми ощущениями, которые ты когда-то испытывал в связи с этим запахом. Хорошими, да? Да. И поэтому ты от этого не так-то просто можешь уйти. Можно поддерживать, понимая это, вот поддерживать, грубо говоря, запах этот как-то? Конечно. Можно, да? Да, да, да. Хоть на самом деле, наверное, он исчез. Неважно, мы же животные в этом отношении. Да? Да. Запах – это чисто животное. А вот как, интересно, вот как поддерживается этот запах, если он исчез уже? Все уже, как бы, ну, уже нет этого запаха, а все равно… Он в тебе. Он во мне. Рефемот. Запись.